В этом зале районной администрации состоялся серьезный разговор о национальных проектах здравоохранения и демографии. Краевой парламент практически составляет план работы на год. Председатель комитета по здравоохранению, социальной защите населения готов обсудить проблемные вопросы. Их решения в интересах местной власти. Не скрою, не секрет, что долго ждали именно приезда вашего комитета, потому что мы и вас лично знаем очень давно, как очень профессионально компетентного человека, который готов в любой области вникнуть в суть и, самое главное, не просто вникнуть, но и подсказать нам, не то, что где мы недорабатываем, это хорошо, но самое главное, как нам исправить это положение. Более с ресурсом вашим, законодательством собрания Края, с ресурсом администрации Края. Я искренне надеюсь, что все замечания критические, которые вы обозначите, вы нам же и поможете в течение года все это исправить, чтобы люди и руководство это оценило. Вы отметили о том, что наша главная районная больница уже краевая, так же, как и управление социальной защитой. Но я хочу сказать, присутствие их коллег, они знают мою принципиальную позицию, которая основывается на поручении губернатора, председателя законодательного собрания Края, что глава несет ответственность за все, что происходит на территории района. Поэтому мы им помогаем, вникаем их проблемы, подсказываем. Здесь видим какие-то недоработки, поправляем, и могу сказать, руководители в строю, и поэтому мы вместе одной командой готовы выполнять поставленные задачи, как законодательным собранием Края, ну, как самое главное, и губернатором Кубани. Поэтому рассчитываю на плодотворную, взаимноуважительную, продуктивную работу. К визиту депутата ЗСК готовились видеопрезентации и устная информация с подробностями. Есть проблемы, есть и наработки. Несмотря на то, что в Лавинской ЦРБ положительные перемены, строятся офисы, врачи, общей практики, ведется ремонт двух отделений ЦРБ, Николай Петропавловский взял на карандаш состояние автопарка, скорой медицинской помощи, машины с высоким процентом износом. В обсуждении вопросов в рамках подготовки презентации муниципалитетов ЗСК приняли участие руководители Центра занятости населения и Управления социальной защиты населения. Центр занятости занимается реализацией приоритетного регионального проекта «Старшее поколение». На профессиональное обучение направлено 64 человека предпенсионного возраста. План перевыполнен в три раза. Нам была поставлена задача в этом году обучить 21 гражданина предпенсионного возраста. Когда мы начинали только эту работу, мы провели круглые столы и первым делом разослали электронные письма с этим предложением всем работодателям в нашем районе. Все письма получили, к нам начали поступать заявки, но в основной массе это были заявки бюджетных казенных наших государственных учреждений. Частный бизнес не захотел предпенсионеров учить? Нет, учат. Учат, да? Учат, да. Ну вот охранники, операторы котельных, водители по грузам, в основном такие рабочие профессии. Мы должны задавать выбор навыков, а не следовать за хотелками частных работодателей. Я хочу понять набор компетенций и квалификаций, который нужен сегодня реально для предпенсионеров, а потом на федеральные кривые деньги мы подразумеваем программы, учебные возможности и так далее. Еще один положительный пример социальной защиты населения председатель парламентского комитета взял на заметку. Начальник управления рассказал о том, как решается вопрос с медицинской помощью категориям граждан, нуждающимся в особой защите. По линии нашего министерства мы получили в рамках этого проекта несколько попал Лобинский район в число 10 районов, которые получили специализированные автомобили для выезда совместных бригад с медиками. Мы облегчили нам задачу тем, что два министерства издали соответствующий совместный приказ, где полностью все было прописано. Как это делать, механизмы и так далее. Мы с нашими коллегами по соцблоку, я имею ввиду, сейчас подумаю, что говорю, коллеги как врач, проговорили, как мы будем действовать, сформировали такую бригаду, где четко мы отвечаем соцзащиту за транспорт, за формирование этих групп пенсионеров, инвалидов и так далее, и доставку. Специалисты медики, они учатся, соответственно, по своему направлению. И вот таким образом, хотя министерство нам рекомендовало начать эту работу в декабре или даже в январе следующего года, жизнь потребовала от нас ускорить эту практику, и мы уже выходим сейчас на четвертую такую поездку совместную с медициной, с нашей. Хороший пример. Да, с сентября мы уже начали эту работу. Да, конкретно. Это главен или замглубь, кто будет на презентации, как положительный пример привести. Хороший пример не надо предать. Вопрос информирования населения во время беседы поднимался не раз. Это касается и здравоохранения, и занятости населения, и его социальной защиты. И вот тут как раз эти три учреждения могут быть взаимно полезными. Например, соцработники донесут важную информацию своим подопечным. Информирование людей о тех же медицинских услугах, о том, что едут бригады специалистов, я считаю, мы тут не совсем не дорабатываем по нашей линии. Можно использовать. У нас есть широкий отряд социальных работников в сельских поселениях. Более чем. Да, почти 500 человек в случае в Слобинском районе, в Центре социального служения, имеет такое количество работников. Вот, Семен Николаевич, надо встретиться и проговорить более конкретно, как мы и по вашему направлению, вот эти 500 человек без малого... Очень хорошая тема. Делайте пометку. Такой формат работы позволяет ЗАГС Собранию получать больше информации о муниципалитетах. Выезды сообщением раскрывают полную картину. Еще больше становится ясно непосредственно на объектах. Николаю Петропавловскому показали ремонт отделений гинекологии и патологии беременных в ЦРБ. Масштаб работ впечатляет. Замена кровли, система отопления, дверей, окон и капитальный ремонт внутренних помещений. Отделения объединяют общим холлом. Это упростит маршрутизацию пациентов. Более 14 миллионов рублей выделено для того, чтобы поднять медицинские услуги на более высокий уровень. А заодно и демографию. Все муниципалитеты разные. Вот такое ощущение, что ездишь вообще по разным странам. Разные во всем. В медицине, в социальной защите, в экономике, в общественном транспорте, в тротуарах и так далее. Есть вещи, которые нас просто восхитили. Шикарный опыт Лобинского района. Мы его обобщим и будем использовать для других территорий. Есть вещи, которые мне показались тревожными. Например, стопроцентный износ всего парка автомобилей скорой медицинской помощи. На мой взгляд, недопустимый формат. В районе их 12 автомобилей. И возить людей, у которых случилась проблема на машинах со стопроцентным износом, это чудовищный риск того, что сбои или поломки могут сделать так, что помощь не будет оказана вовремя. А есть стандарты, есть государственные требования к оказанию неотложной помощи и так далее. Слава богу, сейчас они выполняются, но парк автомобилей требует системного и радикального обновления. Это, допустим, одна из вещей, которую не очень-то видно из Коснара, но очень хорошо видно здесь на месте. И вот таких вещей достаточно много, которые позволят нам сложить картинку и вместе с коллегами из муниципалитета, вместе с исполнительной краевой властью, вот создать ту самую, как сейчас модно говорить, дорожную карту по тем направлениям, для того, чтобы через год ситуация по всем 14 направлениям нашего ведомства оказалась лучше.